Я иду в центр Падуя. Сегодня 10 марта. Первый день карантина на всю Италию. Вижу, что мало народу. Автобусы со стороны водителя, двери закрыты. И внутри автобуса тоже огорожено, чтобы к водителю не подходили пассажиры. Пассажиров тоже нету в автобусах. Мало народу. Вот я смотрю, только в центре есть люди. Я, конечно, села в автобус, потому что мне надо было поехать в соседний город Кестетистки, снять гелевые ногти. Я их сняла. У меня были гелевые ногти последние 7 лет. Я их сегодня сняла, потому что если закроет на карантин город, я не хочу ходить с отрощенными ногтями гелевыми. Это некрасиво. Вот наш центр Луи Виттон. Так как и студии эстетики тоже закрыты, салоны закрыты. Маникюр, педикюр, спа, термио, фитнес-клубы. Всё-всё-всё закрыто. Вот вижу один ещё, как я, в маске. Ответственный мужчина. Наверное, турист какой-нибудь. Вот Прада. Ну, сегодня вот вторник. В такие солнечные дни центр Падова был всегда полным-полна народа. Никого нету. Я сняла эти гелевые ногти, потому что она живёт в соседнем посёлке. Она такая профессиональная маникюрщица, которая делает у себя дома. И даже у меня, когда я билет покупала на автобус, потому что на машинах нельзя ездить. Если остановят, то 206 евро штрафа. Потому что из города, даже в соседний город нельзя выезжать. Я поехала, поэтому на автобусе кассир спросила, зачем вы едете в этот город? Я, гуру, я еду к эстетистке. Он мне говорит, он же итальянец, он мне говорит, а вы знаете, что все эстетические салоны закрыты? Приказ государства, правительства. Я ничего не сказала, потому что, как я ему буду говорить, что девушка работает дома, это тоже нелегально работать дома и не платить налог государству. Вот это вот 5 сакавур, которые всегда полным-полно людей на скамейках, их тоже нету. Мало народу сидит. Слава богу, что весна. И эта девушка, которая делает ногти, маникюрщица, у неё отдельная маленькая такая сарайчик, чистенький сарайчик. Я попросила её, чтобы она открыла окна. Ой, не окна, а двери даже, благо солнечный день, тёплый весенний. И она была в маске, и я была в маске. Я даже потом, когда ноги делали, ногти, я была в перчатках. Вот Зара. Зара пустая, никого нету. Обычно в Заре миллион народу заходит-выходит. Вот наш Педроки. Тоже никого нету. И сейчас я пойду, зайду в Кико и куплю себе классический лак, красный. И буду сама красить ногти. Вот она, Зара, пустая. Потому что, что будет дальше в Италии, неизвестно, что будет дальше. У меня такое ощущение, что будет как в Ухане, всё-всё-всё закрыто. Пока разрешили автобусам, людям и супермаркетам быть открытыми. Но я думаю, что скоро и это всё закроется. Ой, по-моему, моё Тико закрыто. Господи, что такое? Надеюсь, открыто я хотела лак купить. Открыто или закрыто? Закрыто. До 3 апреля Кико закрыто. Ну, правильно делают, потому что в Кико приходят слишком молодых девушек много. И по 3 апреля Кико закрыто. Закрыто. Интимиссиями тоже закрыто. Интимиссиями Уома закрыто. Всё закрыто. Голден Пойнт. Голден Пойнт. Внутри никого нету. Не знаю, закрыто или открыто. Уикенд Максмара. Тоже что-то никого нету. Наверное, тоже закрыли. Странно. А, вообще-то одна есть девушка. Там просто посетителей нету. Интимиссиями Донна тоже закрыто. Потому что никто не хочет заражаться. Написано, на несколько дней будет закрыто. Вот такие вот дела, мои соотечественники. Будьте осторожны. Раз даже в такой маленькой Италии такая это началась эпидемия. Что будет с нашей страной? С Россией, с Казахстаном? Будьте бдительны. Закрывайте границы. Я вышла погулять на свежем воздухе, потому что знала, что никого не будет. И я в маске, как всегда. Вот на улице сидят в баре придурки, которые не верят. Думают, что они на улице не заразятся. А так, в основном, никого нету. Сегодня вторник. В такие дни падва полным-полна народа. Ой, даже мой бар, где я на улице пью кофе, чтобы никуда не заходить, тоже закрыт мой бар. Вон тот, называется Осей. Бар де Осей. Закрыто. Это был Пиацца Фрукты. Прямо центр, центр Падова. А сейчас мы пойдем в Пиацца Эрбе. Пиацца Эрбе. Тоже на улице сидят, на солнышке греются. Никакой дистанции не соблюдают друг от друга один метр. Хотя я абсолютно уверена, что дистанции один метр не спасет от коронавируса. Потому что я прочитала последние научные исследования китайцев, что минимум четыре с половиной метра, а не один метр. Вот. Только один бар открыт. И второй бар там вроде открыт, но никого нету. Этот второй бар, хозяин китаец, никого нету. Китайские магазины все закрыты. Китайские рестораны все закрыты. Потому что все равно к ним никто не ходит. Ну вот это вот красивое здание Падова. Пиацца Эрбе. Пиацца Эрбе пустой. Фонтанчик. Здравствуйте, добрый день всем. Я желаю от всей души, чтобы до нашей России, Казахстана и до нашего всего экс-юнионе Советика не дошел этот коронавирус. Или хозяинами субтитры. Т ADOViros. Продолжение следует...